МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Гомельская область. Крупнейший производитель продовольственных и промышленных товаров в стране, значительная часть которых идет на экспорт. И, надо сказать, пользуется там особым спросом. А вот всегда ли голосует рублем местный покупатель? И что на это влияет? Сделано на Гомельщине. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского обл. сполкома Галина Горбачевская. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель начальника управления комитета экономики Гомельского обл. сполкома Елена Гайманова. Елена Петровна, добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник управления администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон Геннадий Байкачев. Геннадий Александрович, милостык просим. Их заместитель генерального директора Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Татьяна Сидорова. Татьяна Викторовна, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас действительно крупнейшая сеть в Реческом районе. Буквально коротко, для того, чтобы зрители представляли себе, на чем специализируетесь в первую очередь? Предприятие Турксервис – многопрофильное предприятие. На предприятии работает порядка 600 человек. В состав предприятия входят 9 продовольственных магазинов, торговый дом «Ведрич» трехэтажный, на 1000 квадратов «Детский мир», магазин строительных материалов, площадь выкладки порядка 5000 квадратов. Также на балансе 4 ресторана. Одновременно можем принять порядка почти полтысячи гостей. И буквально уже пятый год мы осваиваем новый бизнес. Это у нас на балансе пятиэтажная гостиница. На полках вашей торговой сети можно встретить, как понимаю, как зарубежного производителя, так и отечественного. Всегда ли охотно голосует рублем местный покупатель за то, что произведено здесь у нас на Гомельщине? Как чувствуете? Значит, я хочу сказать то, что удельный вес до 85% говорит сам за себя о том, как выбирает покупатель. 80% в среднем это то, что уходит производителей Гомельской области с прилавков. Да. Значит, ну а если рассматривать вопрос конкретно промышленной группы товаров, то где-то порядка 40% до 50%. Как по-вашему, по каким направлениям все-таки еще не дорабатывают наши местные производители? Наши местные производители здесь, если в продовольствии мы уже достигли определенного уровня, и продовольствие это такая быстро оборачиваемая группа товаров, поэтому и развивается. Промышленная группа, ну это совершенно другая оборачиваемость. Но при этом нашим производителям нужно как можно больше рекламировать себя. Зачастую именно не хватает вот именно рекламы на тот товар. Почему? Потому что, да, он где-то может быть и порой чуть-чуть получается дороже, чем зарубежные товары. Но в зарубежных товарах не всегда увидишь качество. То есть нужно учиться и нашим производителям правильно себя подавать и продавать. Именно так. Учитывая, что о продовольственной группе товаров достаточно много говорили не так давно, здесь в студии программа «Главная тема», предлагаю сейчас все-таки сконцентрироваться на непродовольственном блоке. Хотя, понятно то и дело, говоря о бренде, сделанном на гомельщине, будем возвращаться и к этой группе товаров. Галина Николаевна, а как по-вашему, в чем сила бренда «Сделано на гомельщине»? Есть вообще такой бренд? Есть такой бренд, сделанный в Белоруссии. А гомельщина – это большая часть Белоруссии. И говорить «сделано на гомельщине» – это значит подтвердить качество нашего белорусского продукта. Неважно, это продовольственная продукция или это непродовольственные товары. Какова доля местного производителя на потребительском рынке? И другими словами, что мы делаем лучше других даже в масштабах страны? Ну, мы говорим сейчас и о продовольственных товарах, и о непродовольственных товарах. И, в принципе, статистики такой нет, но анализ по разным производителям показывает, что по продовольствию, особенно по скоропортящимся продуктам, 75-85% – это поставка в гомельскую область. То есть гомельская область, торговая сеть гомельской области, получает до 85% – это в гомельской продукции. Если мы говорим о непродовольственных группах, то… Что еще? Ну, давайте попробуем на пальцах, как минимум, основные предприятия перечислить. Костюмы шьем в гомельской области? Да, мы шьем и костюмы в гомельской области. Производим трикотажные изделия и бельевой трикотажа, челочно-носочные изделия. Вот все знают бренд Брестского челочного комбината, но мы забываем, что гомельская фабрика 8 марта производит тоже челочно-носочные изделия. Причем эти изделия бывают уникального качества, потому что при производстве носок, как взрослых, так и детских, используется бамбуковое волокно, которое является уникальным по своим потребительским свойствам. Вот так, но возвращаемся к тому, о чем только что говорили. В принципе, производителю действительно нужно постараться и где-то напомнить или же рассказать потребителю о своих уникальных качествах. Мы можем сказать, что по некоторым позициям у нас максимальная цифра по отгрузке, а по некоторым позициям это будет не совсем максимальная. Вследствие разных обстоятельств. Если мы берем, например, Добружский фарфоровый комбинат, мы знаем с вами очень хорошо этот бренд, то производство ориентировано на экспорт. И, соответственно, отгрузка на внутренний рынок будет минимальна. Это порядка 7%. А если мы будем брать другие предприятия, то опять-таки все зависит от самого производителя, на кого он ориентирован, на внутренний рынок или на экспорт. Татьяна Викторовна, Геннадий Александрович, как по-вашему, за что нашу продукцию ценят за рубежом? Я здесь, наверное, отвечу как гомельчанка. Все-таки Гомельская область ассоциируется с такими брендами, которые мы сами потребляем. Например, кондитерская фабрика «Спартак», Рогачевский молочноконсервный комбинат, Туровский молочный завод, фабрика «Коминтерн», тоже 8 марта, и, безусловно, «Прогресс». Перечислять предприятия можно много. Мы сами с удовольствием покупаем продукцию этих предприятий, и за рубежом она также ценится. Я думаю, что, подтверждаю мнение коллеги, безусловно, приоритетом является качество. Наши предприятия поддерживают производство, поддерживают технологии. Постоянно обновляется линейка, ассортимент, разнообразие упаковок. Если говорить о мебели, то это добротность мебели и разнообразие стилей. Если говорить о швейных изделиях, то это качественный пошив изделий. Геннадий Александрович. Ну, я немножко с другой стороны посмотрю на это. Среди резидентов свободноэкономической зоны очень значительное число предприятий с иностранными инвестициями. И иностранные инвесторы, приходя в Беларусь, в Гомель, в Гомельскую область, он приходит с целью выпуска продукции и реализации ее на внешних рынках. В первую очередь на внешних рынках. Для того, чтобы конкурировать на тех рынках, производства здесь должны отличаться достаточно инновационностью и качеством. Это уникальное, я скажу прямо производство. Это в некоторой степени уникальное производство. И поэтому та возможность, которую предоставляет Гомельщина для производства качественной инновационной продукции, вот они получаются так, что к нам идут инвесторы. Ну а среди примеров таких, если мы уже заговорили о непродовольственной группе потребительских товаров, то, пожалуйста, у нас это Делком 40, крупнейшее предприятие, польское предприятие, которое на сегодня является одним из основных поставщиков компании IKEA по линии мягкой мебели. Вот еще один пример. Я думаю, сегодня их будет звучать достаточно много. Елена Петровна, да, действительно, мы научились делать качественно, но, наверное, вы и ваши коллеги часто сталкивались с критическими замечаниями потребителя. Да, делаем качественно. Но почему это не очень отличается по цене от зарубежных аналогов? Ну, в первую очередь, я думаю, можно говорить о том, что Республика Беларусь, да, и Гомельская область как часть республики, мы все-таки в масштабах мира, ну, не настолько большие. И, соответственно, производить полностью все у себя, начиная от сырья и от комплектующих, ну, наверное, невозможно. Ни одна страна, наверное, в мире не производит все и все сразу у себя. Поэтому наши товары характеризуются тем, что в них высокая доля импортного сырья и комплектующих. Соответственно, когда мы конкурируем с товарами, допустим, из Российской Федерации и российский производитель, то для российского производителя это сырье и комплектующие являются местным производством, которое он покупает по местным ценам. Для нас же это импорт. И, соответственно, эта определенную роль играет уже в себестоимости и в конечной цене продукта, который мы видим в продаже. То есть это зависимость от сырьевой базы по многим позициям, она нас как раз-таки тянет вниз. Да, и вот именно это, скажем так, по моему мнению, это основное. Почему мы не можем? Мы с высоким качеством, но при этом всегда, не всегда вернее, можем ту цену, которую хотел бы потребитель, низкую цену. Галина Николаевна, не всегда, но можем. Мы с вами рассчитываем на качество, правда? И как мы можем говорить о том, что мы требуем от промышленности, чтобы нам производили качественный продукт, соответственно, из высококачественного сырья. И этот продукт должен соответствовать всем международным стандартам по качеству. И при этом мы с вами рассчитываем на трехкопеечную цену. Давайте сравним с вами два аналогичных продукта. В трикотажных изделиях, в мебели. Вот сегодня говорили уже о том, что мебель наших производителей, она долговечна и надежна. Она разнопланова и интересна. Но самое интересное, что это долговечна и надежна. За это нужно платить? Абсолютно верно. А как быть с, ну как мне кажется, достаточно популярным мнением большого количества потребителей? Хочу качественно, но дешево. Сегодня, смотрите, для того, чтобы активизировать нашего потребителя, вообще любой производитель, любой поставщик использует определенные способы. Это, будем говорить, ценовое привлечение потребителя. То же самое делает и наш производитель. И идет на проведение акций, скидок, распродаж в торговых сетях и Гомельской области, и Республики Беларусь. Это делают и наши гомельские производители в том числе. И это очень сильно привлекает потребителя. Но говорить, что реальная себестоимость продукта, который реализуется через акции, через скидки, через распродажи, соответствует вот той цене продажной, которую мы видим в магазине, нельзя. Очень часто, что на отдельные позиции, участвующие в акциях, цена будет розничная, ниже, чем себестоимость продукции. То есть, по сути своей, ну кому интересно такое производство? Однако, если мы будем рассматривать в масштабах производимого ассортимента и отгружаемого всего ассортимента, то эти позиции будут нивелироваться, и производителю интересно использовать этот метод. Тот, кто использует. Хотя мы можем сказать, что это и в определенной степени затратно. Это по сути своей потеря определенной доходной части. И тем не менее это движение на рынке. Абсолютно верно. Мы знаем, что торгово-промышленная палата проводит экспертизы качества продукции, в том числе местной продукции. Вот как можно отследить разницу в качестве местного производителя и зарубежного? Эксперты гумерского отделения осуществляют экспертизы как приемки по качеству, так и экспертизы возвращенного товара. Но здесь следует отметить, что наши отечественные производители поддерживают производство и осуществляют его в соответствии с государственными и международными стандартами, которые выставляют высокое требование к производству продукта. Нежели, как наши, например, ближайшие коллеги соседних стран, которые перешли на технические условия. Так удобнее? Ну, конечно, так удобнее. Тем не менее, европейские страны и даже ближайшие зарубежья дают заказы нашим предприятиям осуществлять для них работу издавальческого сырья. А так работает, например, наше предприятие Коминтерн по пошиву костюмов. А многие ведь не знают, что некоторые известные бренды отшивают свою одежду здесь, в Гомеле. Что говорит о высоком качестве продукта. К разговору в студии спешит присоединиться начальник отдела маркетинга из быта Калинковического мебельного комбината Наталья Кравцова. Наталья Михайловна, интересно мнение производителя. Как вам удается балансировать между ценой и качеством? Мы не пытаемся балансировать между ценой и качеством. Продукция, которая выпускается предприятием, цена должна соответствовать качеству. Особенно с учетом того, что наша группа товара, это мебель, это продукция, как правило, это дорогостоящие изделия, она не обновляется каждый день. Люди стараются приобрести на какой-то период и достаточно длительный. Я думаю, что вы больше, чем я понимаете, рынок мебели переполнен и зарубежными компаниями, и частными предприятиями. Как выделиться, чтобы пришли именно к вам? Наверное, года три назад мы были предприятием, которое выпускало сугубо корпусную мебель. При этом были достаточно узнаваемы на рынке за счет того, что использовали, но мы и в настоящее время тоже используем много декоров, стеклоизделий. Буквально три года назад мы, понимая, что рынок достаточно заполнен, мы начали расширять свою продукцию в плане, что запустили отдельную линию. Это у нас мебель для ванных комнат. Сейчас у нас буквально в прошлом году насвоен выпуск мебели мягкой. Это позволило не только расширить ассортимент, это позволило начать сотрудничество с тем сегментом. Есть предприятия, которые работают в узком диапазоне. Это опять-таки ванные комнаты, сантехника, это совершенно другие покупатели. Мягкая мебель есть тоже, это тоже абсолютно другое направление. То есть вот та самая мобильность и расторопность в хорошем смысле, они помогли вам быть все устойчивыми на рынке? Производство – это постоянное обновление. Без обновления, ну, это вообще невозможно существовать, особенно сегодня, учитывая конкуренцию, учитывая возможность выбора покупателя, учитывая то, что необходимо, у нас 40% продукции идет на зарубеж, и как бы, ну, это тоже не только выйти на новый рынок, и, значит, закрепиться. Скажем прямо, это настоящая борьба. Вот что касается зарубежного рынка. За что ценят нас там, и чем специфичен этот рынок для белорусских производителей? Ну, рынок, он разный, он достаточно специфичен. Если года три назад, в 15-м году, у нас в производстве было, вернее, в экспортной поставке отправлялись только Россия и Казахстан. Россия при этом занимала порядка 85%. Значит, сегодня у нас российский рынок – это 50%, и мы работаем и достаточно как бы в постоянной основе. Это и Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, значит, Латвия, Польша, Германия. Мебель, которая в Латвии будет востребована, она отличается от мебели, которую купят в Казахстане? Ну, естественно, мебель очень отличается, и в настоящий момент сегодня комбинат выпускает продукцию, которая достаточно серьезно сегментирована в том плане, что то, что находит признание у нас на востоке, в Казахстане, в Таджикистане, и даже в том же Южном федеральном округе, оно не востребовано на севере России, и тем более оно не найдет признания в Латвии, не будет продаваться в Польше. Это совсем другие коллекции, поэтому мы стараемся, чтобы именно, когда предлагаем, когда вот даже готовим коммерческое предложение, то делать упор на то, что уже знаем, что продается в этом регионе, но и предлагаем то, что должно пойти. Мы уже говорили, Гомельщина регион промышленный, вот здесь-то примеров в тему разговору достаточно. Каков вклад предприятию гигантов в экономику страны? Елена Петровна. Вклад промышленности Гомельской области в экономику страны составляет пятую часть. То есть, ну, просто для примера, у нас шесть областей и город Минск, но при этом одна Гомельская область, ее промышленность, это пятая часть промышленного производства всей Республики Беларусь. А как насчет малого и среднего бизнеса? Есть ли здесь достойные конкуренты? Появились ли они за последнее время? Да, конечно, достойные конкуренты есть. Много можно назвать успешных именно предприятий малого и среднего бизнеса. Ну, давайте, наверное, начнем с цифр, ну, что, я думаю, будет народу интересно узнать, о том, что каждый пятый рубль, который поступает в бюджет Гомельской области, этот рубль заработан в малом и среднем бизнесе. И это при том, что основную долю промышленного производства это составляют наши крупные гиганты. То есть, если промышленным производством у нас занимается порядка 1200 предприятий, из них только 200 – это крупные предприятия, 1000 – это малые и средние предприятия, которые занимаются именно производством, промышленным производством. Как бы вы составили рейтинг топ-5 наиболее успешных производителей Гомельщина? Успешных производителей Гомельщина достаточно много, но я, наверное, сегодня назову, раз у нас речь сегодня идет про непродовольственные товары, но потребительские, потребительские непродовольственные товары. Я, наверное, назову такие предприятия, как «Беларусьнефть», это будет предприятие «Гомельстекло». Да, вроде бы, кажется, «Гомельстекло» какое оно отношение имеет к потребительским товарам, но, тем не менее, в окошко мы все смотрим. Окна у нас у всех дома есть, и там как раз-таки стоит стекло «Гомельстекло». Это «Мозырьсоль». Они выпускают как пищевую соль, так и, чтобы тоже, может, кто-то не знает, они выпускают в том числе и таблетки для использования в посудомоечных машинах. Это «Доброжский фарфоровый завод», «Электроаппаратура», это «Коминтерн» тоже, опять же-таки. Уникальность этих производств в том, что они являются единственными производителями в Республике Беларусь. Как я уже говорила, «Гомельстекло» – это единственный производитель в Республике листового полированного стекла. «Мозырьсоль» – да, не единственный, вроде бы, как производитель соли, есть еще у нас в Республике, но при этом уникальная технология. Технология у них идет выпарная, то есть с использованием воды, выпарная, соль добывается из-под земли, а не карьерным способом разработки. Что касается «Доброжского фарфорового завода», используется как местное сырье частично, так много, конечно, завозится по импорту, но, тем не менее, единственный в настоящее время производитель фарфоровой посуды в Республике Беларусь. А мы двигаемся дальше, и еще мнение в тему программы так и хочется сказать. А сейчас гвоздь программы. Встречайте, начальник управления Речицкого метизмного завода Виталий Бельский. АПЛОДИСМЕНТЫ Станин Анатольевич, как мы понимаем, гвоздь программы – это как раз таки не про вас, а про образец продукции Речицкого метизмного. Да, да, это тот самый продукт, который мы хотели бы вам показать. Он вроде бы на первый взгляд очень простой, но имеет много конструкционных особенностей. Более ста лет Речицкий метизм занимается изготовлением метизм. Обыватель уверен, скажет, что может быть проще сделать гвоздь или шуруп? Но ведь понимаешь, что речь сейчас далеко не о классическом виде гвоздя и шурупа? Конечно, конечно, не о классическом виде гвоздя и шурупа, но и ему место тоже есть на рынке. По-прежнему? По-прежнему есть место на рынке. Но если посмотреть на этот продукт, можно сказать следующее. Вроде бы нет ничего проще, но я бы хотел отметить, что существует на Речицком метизмном заводе больше 120 видов гвоздей. Они отличаются своей длиной, своим острием, своим стержнем, накаткой, своей головой, формой ее и размерами. А также гвозди бывают как рассыпные, так и сваренные. И все это разнообразие видов, оно и составляет свыше 120. Все это разнообразие видов еще, как понимаю, сегодня позволяет конкурировать на мировом рынке. По нашим данным, мы являемся одним из мировых лидеров производства гвоздя. Чтобы легче понять нашему потребителю и гостям программы, наверное, стоит так обозначить, что если положить гвоздь гвоздю, выстроить эту дорогу, да, то тот объем производства, который мы делаем, достаточно, чтобы выстроить дорогу до Луны и наполовину вернуться назад. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий Александрович, а если не ошибаюсь, Реческий Метизный не так давно стал новым резидентом СЭС Гомель Ратон? Да, в январе месяце 2019 года Реческий Метизный завод стал резидентом СЭС Гомель Ратон. Они реализуют проект по модернизации существующего производства и созданию новых производств метизов и крепежных изделий. По предварительной оценке инвестиционные затраты только в этом году составят порядка полутора миллионов долларов. Другими словами, резидентство в свободной экономической зоне для предприятий – это шанс для роста дополнительно? Да, это шанс для роста и для повышения своей конкурентоспособности, потому что те преференции и льготы, которые дают участие в свободной экономической зоне, позволяют снизить затраты на производство и, значит, повысить свою конкурентоспособность продукции. А вот здесь поподробнее слышал такое сравнение – свободная экономическая зона словно парник для предприятий. Как стимулируете развитие и рост? Государством установлен специальный правовой режим. Он прозумевает льготы и преференции в двух направлениях. Во-первых, это льготы по налогам. Предприятия освобождаются от налога на прибыль, на продукцию собственного производства. Они не уплачивают при определенных условиях налог на землю, налог на недвижимость. Еще одним хорошим подспорьем для развития предприятий, для модернизации производства, является таможенная преференция. Все то оборудование, которое ввозится в режиме свободной таможенной зоны, которое может задаваться на каждом из предприятий резидентов СЭС, оно не облагается налогом и пошлиной. Кроме оборудования, в таком же режиме могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин и сырье, необходимое для производства продукции. Это и дает дополнительные возможности для роста? Да, это дополнительные возможности для роста и повышения конкурентоспособности на внешних рынках. Это и привлекает инвесторов в свободную экономическую зону. Если говорить о резидентах СЭС Гомель-Ратон, какие производства являются предметом особой гордости? Ну, мы гордимся каждым нашим резидентам. Я думаю, что со временем будем гордиться Иреческим метизным заводом. Но из тех резидентов, которые давно у нас работают, хотелось бы отдельно отметить уникальное производство. Это, например, уникальные барьерные пленки предприятия Fresh Pack Solution, которые позволяют хранить продукты без заморозки очень долгое время. Зрители многие не знают, но большинство продуктов на прилавках магазинов по всей Беларуси упакованы как раз-таки в пленку, которая сделана здесь, в Гомеле. Да, это правда. Кроме того, я уже упоминал, новое, достаточно новое предприятие, которое бурно растет. Буквально за полтора года численность работающих на нем превысила тысячу человек. Это Delcom 40. Сейчас продукция предприятия поставляется на прилавки магазинов компании IKEA, в том числе и в Соединенные Штаты Америки. Среди таких предприятий, которые давно работают, не могу не упомянуть Алкопак, все знают пробки, которые они выпускают, но предприятие развивается. Предприятие развивается и осваивает новые виды продукции. Сейчас из алкогольного направления предприятие постепенно переходит в медицинское. Это упаковка для медицинских товаров. Вложены большие инвестиции, сделаны специальные комнаты, которые позволяют в стерильном условиях выпускать товары медицинского назначения. У нас есть предприятие, например, химволокно, которое свою продукцию поставляет на все континенты. Кроме Антарктиды мы всегда шутим, что это только вопрос времени. Я понимаю, что про любимых резидентов вы можете говорить до бесконечности. И все-таки продолжим. Один из приоритетов деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты – оформление сертификатов происхождения товаров на экспорты. Вот как раз-таки благодаря этому понимаю, что мы сейчас можем отследить, в какие страны чаще всего экспортируем все то, что сделано здесь на Гомельщине. Если проводить статистику с 2015 года, количество стран в 2015 году было 45 – дальнего зарубежья и 11 – ближнего зарубежья. На сегодняшний день таких стран 66 – дальнего зарубежья и 11 – ближнего зарубежья. Безусловно, передовик по количеству направлений экспортируемой продукции – это Белорусский металлургический завод. Но нельзя не отметить, что есть и небольшие предприятия, которые прорываются далеко за пределы Республики Беларусь. Например, Туровский молочный завод отправляет на сегодняшний день и в Судан, и в Саудовскую Аравию. Наш гомельский комбинат хлебопродуктов отправляет лузгу гречневую в Китай. Примеров очень много. На самом деле, например, гомельская птицефабрика в этом году отправила яйца куриные в Ирак. В общем, это те предприятия, которые действительно чувствуют рынок и постоянно развиваются. Потому и результат... Татьяна Викторовна, а как часто в вашу организацию к экспертам обращаются организации и предприятия, закупившие здесь у белорусских производителей сырье и комплектующие? Таких экспертиз в процентном отношении совсем немного. Порядка 5% из 100. Нельзя сказать, что брака у белорусских производителей не бывает. Дело в том, что наши производители дорожат своим честным и добрым именем, имиджем предприятия. Поэтому они урегулируют самостоятельно эти конфликты. Но если речь доходит уже до проведения экспертизы, то, как правило, эти претензии не обоснованы. Это очень радует. Но что касается импортных поставщиков, должна привести примеры. Из поставленного из магнитогорска металлопроката профильного, из проверенной 71 тонны, 44 тонны оказалось некачественным. Поставлялся металл из Китая. Здесь вообще интересный случай. Несоответствие полное всей партии и по ширине, и по толщине. Отклонения значительно превышают допустимые. Зато, наверное, выгодно для потребителей. Это было как минимум раза в четыре дешевле. Здесь очень интересный момент. Потому что, когда выставили претензии китайский представитель, он искренне не понимал, что от него хотят. И говорил, а вы что, не можете это использовать? Почему? Мне подсказывают, есть вопросы с зала. Давайте выслушаем. Пожалуйста. Я Артем Смирнов, Торгово-экономический университет потребительской кооперации. У меня есть вопрос по достаточно тяжелой промышленности. Вы упоминали химический завод в городе Светлогорске, химволокно. Он уже существует на протяжении долгого времени. И достаточно конкуренции особой не было на стране. Но недавно, года два назад, был построен совместно с китайцами завод по производству беленой целлюлезы. То есть это тоже как химическое производство. Как указывалось в новостях, часть продукции была отгружена и отправлена обратно в Китай. Часть продавалась у нас. Вопрос такой. Это будет отнимать какую-то часть прибыли у нашего производства в том, что будет работать китайский завод? То есть мы впускаем сюда как раз конкурентов, которые не имеют аналогов нашего производства, и будут ли они отбирать часть? Светлогорске химволокно выпускает химические волокна. Это те волокна, которые потом используются в различных видах промышленности, и в том числе при производстве потом трикотажа. Трикотажных полотен и выпуска трикотажа. То есть вот эти химические волокна мы используем потом при производстве нашей одежды. У ЦКК совершенно другая продукция. Это беленая сульфатная целлюлоза. То есть это по сути, ну как самый простой пример, это бумага. Просто наша обычная бумага формата А4, на которой мы пишем и печатаем. То есть это немножко разное. Хотя справедливости ради, вот здесь есть все-таки рациональное зерно. Целлюлозу тоже используют, да, для производства одежды? Про конкуренцию именно двух этих заводов, а именно завода китайского, то что... Я объясню. А, то что мы впустили сюда инвестора. Все дело в том, что давайте разберемся. Завод китайский вы называете. Завод находится где? На территории Гомельской области. На этом заводе кто будет работать? Строили, да, китайцы по договору, под ключ, так называемый. Но работать на этом заводе будут наши, жители Светлогорска. То есть на этом заводе китайцы работают только в режиме пусконаладки. Когда идет пусконаладка, тогда находятся китайские специалисты и наши белорусские специалисты, которые параллельно обучаются работе на этом оборудовании. Но сейчас, в настоящее время, уже само производство китайских специалистов уже нет. То есть там уже за пультами управления сидят наши белорусские специалисты. То есть на этом заводе будут работать наши белорусы. И, соответственно, прибыль и все доходы от этого завода, все будет идти к нам. И в завершение еще одно экспертное мнение ждем в студии на Пушкина 8 заместителя декана коммерческого факультета, доцента кафедры маркетинга Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Виктория Кузьменко. Виктория Анидовна, сегодня неоднократно в этой студии звучали достаточно убедительные примеры того, что наша продукция является качественной, востребованной, особенно за рубежом, в том числе и на местном рынке. И все-таки, как бы вы объяснили ситуацию того, что все-таки наши местные производители не до конца активно представлены и в торговой сети, и на медиарынке. Это некая нерасторопность или наша скромность, а может быть, что-то еще? Вы знаете, мне кажется, в условиях конкуренции говорить про нерасторопность не актуально, потому что конкуренция заставляет двигаться даже самых ленивых. Скромных? Скромностью наши предприятия, мне кажется, тоже не наделены. Они могут себя показать правильно, тем более, когда есть что показать. И все-таки примеров много, когда делаем классно, но об этом не все знают, даже здесь, на местном рынке. Согласна. И тут возникает вопрос именно в отсутствии профессиональных кадров. Это, на мой взгляд, единственный недостаток сейчас у нас в промышленности, да и в торговле, в принципе. Потому что не каждый человек может продавать, согласитесь. Это какие-то определенные черты характера, это какие-то навыки, которые приобретает человек за время своего жизненного пути. Это и обучение, и какой-то стаж уже работы. Не каждый человек может придумать идею, которая бы привлекла внимание потребителей к той продукции, к тому товару, который производит та или воинная организация на рынке. И тут вот как раз-таки все упирается в кадры. Стране и предприятиям нужны люди, которые будут умело подавать и продавать. Да, это те маркетологи, которые нацелены, например, в большей степени на рекламную деятельность. Это те коммерсанты, да, то есть специалисты по коммерческой деятельности, которые будут знать, как правильно, куда, когда и в каком количестве надо поставлять ту или иную продукцию. Учитывая проблематику, на что делаете акцент при подготовке кадров для отрасли, ну не побоюсь слова, всей страны? Белорусский торгово-экономический университет уже на протяжении длительного периода готовит кадры для всех отраслей экономики республики. Мы, первоочередная наша задача, это готовить практикоориентированных специалистов. И в этой области мы стараемся делать все, что от нас зависит. У нас в университете открыто и функционируют 11 филиалов, кафедр на различных предприятиях отечественных. В большей степени это, конечно, предприятия Гомельского региона. Это вот сегодня уже, я слышала, в передаче звучали и Коминтерн, и Гомельский жировой комбинат, и Гомель-обои, и Гомель-турист. Конечно, не совсем промышленность, но однако. И наличие таких филиалов способствует тому, что наши студенты во время выездных занятий, во время прохождения практик, они могут окунуться в этот производственный процесс. Они на практике познают, что надо делать, какие знания из того, что у них уже есть в багаже, им пригодятся в большей степени, где надо обострить, наверное, акцентировать свое внимание на чем-то. И вот это позволяет им готовиться более профессионально. Я понимаю, что у науки, говоря про ваше высшее учебное заведение, желание и опыт есть. А вот по ту сторону производители готовы сегодня тратиться, никак иначе, на таких специалистов, которые будут вести эту сферу? У нас предприятия идут навстречу выпускникам. Если студент хочет чему-то научиться, в большинстве случаев ему, конечно, поддерживают, ему дают какие-то знания, именно практические знания, что потом ему уже в трудовой деятельности пригождается. Я немножко про другое. Все ли руководители предприятий осознают, что такие специалисты нужны? У них не все. Вот часто еще слышится такая фраза, что качественная в рекламе не нуждается, нуждается. Мировой рынок заставляет нас готовить качественную рекламу, которая должна быть с изюминкой. В данном случае, например, именно с этим акцентом на белорусское производство, на качественное производство. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги программы. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Качество продукции наших предприятий не вызывает сомнений. Мне хочется пожелать предприятиям прежде всего быть конкурентоспособными и уделять большое внимание продвижению своих товаров на внешних рынках. Мы делали мониторинг. У некоторых вообще нет сайтов. У многих предприятий отсутствует англоязычная версия сайтов. Если вы хотите выходить на международные рынки, то этим нужно плотно заниматься. Гомельское отделение Белорусской торговой промышленной палаты со своей стороны готово оказать содействие по всем направлениям. И по сертификации, и по экспертизе, и по оценке, и по продвижению товаров на внешние рынки. Как показывает практика последних лет, режим свободной экономической зоны – это наиболее действенный режим привлечения инвестиций в Республику Беларусь. А с инвестициями приходит к нам новое производство, новая инновационная продукция, новое качество. Лена Петровна. Покупая гомельские товары, вы позволяете предприятиям нашим жить здесь и сейчас, а также развиваться в будущем. То есть укреплять экономическую безопасность нашей страны, создавать новые рабочие места. И, соответственно, позволяет людям повышать, увеличивать их доходы и, соответственно, повышать их благосостояние. И все-таки насильно мил не будешь, Галина Николаевна, и снова с тем же вопросом, в чем сила бренда сделана на гомельщине? Сила бренда в качестве. Это прежде всего. Мне бы очень хотелось попросить наших производителей и гомельской области, я думаю, что нас смотрят за пределами области, не забывать, что в торговлю приходит конечный потребитель, который чутки реагирует на изменение спроса, популярность и так далее, и так далее. Даже погода влияет на настроение при выборе того или иного товара. Поэтому очень хотелось бы попросить, уважаемых производителей, помните, что торговля продаст все, что вы поставите. Помогите нам немножко своей рекламой, своими акциями, своими какими-то активными методами стимулирования наших потребителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за участие. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok